Утро начинается с завтрака. Сегодня у нас первое утро и мы на завтраке все. Сейчас все кушают, все кушают. Как спалось? Отлично, вообще хорошо. Я по крайней мере навигатор кричал, здесь сразу три-четыре пожарные части выезжали. Здесь рядом где-то пожарная? Прикольно. Вот здесь есть пожарная станция. Прикольно, никогда вблизи не видел пожарные машины. Вот так вот здесь происходит работа. Люди собираются на смену. Ну что, утро начинается не с завтрака, утро начинается с упаковки чемоданов. Да, Наташ? На самом деле самое интересное, когда шесть человек и у всех вот такие чемоданы. Ой, это да. Вот тогда надо в тетрис уметь играть. А когда маленькие, это легко. Приехали на заправку. Все, пойдем платить карточкой. Короче, вставляешь, у них видишь, у них один пистолет на все эти. Вставляешь, вот бенз. Мы выбираем 87-й. У них просто по-другому оценивается октановое число. Стоит 2,85 за галлон. Ну там уже делить и умножить. Да. Галлон 3,6 литра. 2,85 доллара за 3,6 литра. Ну да, да. В некоторых можно сразу заправить, потом оплатить. В некоторых сначала оплатить. Можно причем оплатить сразу карточкой здесь. Да, но я не люблю роботов. Я всегда с этими, с кассирами общаюсь. Все, оплатили и залили. У нас залилось 5 галлонов. Ну, с лишним. Сейчас до конца уже зальем, чтобы со всем. Приехали в Санта-Барбару. Вот, это церковный приход Святой Варвары, который испанцы построили. С этого началось развитие города. Колокол, музей. Рясы. Он все фотографируется возле фонтана. Всякий тут парк, эвкалипты, красота. Вон там океан. Сейчас поедем к океану после этого места. Ныряй, Лен, ныряй. Давай, чуть-чуть осталось. Ну, ну. Ой, смотри, какая это цена. Ну, она уже 25. Супер. Вот такие вот люди с нами ездят обычно. А что делать, ребята? Кризис, кризис. Придется зарабатывать. Потому что умеем зарабатывать деньги. Да. В любой ситуации найдем способ, где их заработать. Еще одна достопримечательность Санта-Барбары. Фиговое дерево, которому больше полутора тысяч лет. Вот, но растет вот так вот. Если ты хочешь сфотографировать фиговое дерево, надо отстоять очередь из желающих. Но если ты хочешь сделать что-то изрядно... О, так здесь хостел. Тут же в Санта-Барбаре нашли магазин Ducati, где можно купить себе моцак. Вот он, смотрите. Красавчик. Сколько он здесь стоит? 21 тысяча. 21 тысяча долларов. Вот тоже отлично вообще. А этот стоит сколько? Этот стоит 19, даже дешевле еще. Шикарно. Вот идем по набережной Санта-Барбары. Люди в куртках и джинсах. Все остальные в шортах и футболках катаются на тандеме на велосипеде. Прикольный велик. Вот здесь вот Тихий океан. Он чистит пляж. Вот такие велики тут есть еще. Вот здесь слева домики. Сотели, ресторанчики, магазинчики маленькие. Дорожка и потом сразу океан. Сейчас мы пойдем вот на этот пирс смотреть, как люди ловят рыбу. Как здоровых тунцов вытаскивают на берег. Да. Короче, они против войны. Это хиппи. Ты против войны? Ты снимаешь. Смотря какой. Можно материться, если ты об этом? Скажи хуй войне. Вот в Санта-Барбаре рыбаки рыбачат, ловят рыбу. Вот выставка старинных машин американских. Плимут старенький. Смотрите, у него на заднем стекле жалюзи. Вот так вот выглядели машины 30-х годов. С козырьком, все дела. Вот старенькие еще Форды, Шевроле. Да, я снял. Заниженный лоурайдер. Вот такие порции еды. Наташа, как тебе бургер? Нормально? Готовиться. Как подойти? Я дала встречать с ним. Ага, тазик такой. На четверых вообще-то. Мы сидим под парусом. Такая у нас яхта. И мы плывем. И все мы с видом приготовить. Да, с видом на океан. Санта-Барбара. Центральная ратуша. Вот. Это лавни-кремлевские куранты. Здесь все празднично. Вон люди на велосипедах ездят. Вот так вот здесь где-то Мерседит работает. Стоим, смотрим китов. Где китов-то видели? Покажите. Где китов видели? Вон киты, киты, киты. Ребята, вон они, вон они. Видите? Вон они, вон они. Вон они, вон они. Прямо, 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 прямо. На Тихий океан. Люди стоят, смотрят китов. Сейчас мы будем здесь на обрыве фотографироваться. Так, вот мы приехали на место, где можно увидеть морских слонов. Вот типа как это. Да, вон дышит. Нет, не реагирует. Вон там еще у них семья целая лежит. Там несколько семей даже. Приехали в Лос-Аламосе местечко покушать. Оля ходит нюхать розы вместе с Юрием. Маша пьет вино. Маша нюхала розы. А до Оля пришла нюхать розы. Но в кадре останется то, что ты пьешь вино, а все ходят нюхают розы. Вот мы сидим на заднем дворике. Здесь есть шахматы. Вот такая вот аллейка из дикого винограда. Также весь дом в диком винограде оплетен. Сам этот дом 1880 года. Раньше здесь был почтовый офис. Сейчас его переоборудовали под отель. Вот здесь ресепшн. Здесь ресторанчик. Бар. Из бара выход сразу. Можно поиграть. Принесли нам еду. Все уже многие поели. Кто-то еще только приявил. Но кто-то уже съел. Кому-то только принесли крапиву. Крапива, да, у вас? Крапива с беконом. И с курицей. Классно. 10 долларов 5 сортов винограда, которые сейчас дамы будут пробовать. Ну что, какое скажете? Как ваши... Как каза думается вам? Очень легкая, очень сладкая. Класс. Вот здесь большая коллекция вин. То, что они делают сами. К нам присоединились еще. Люди, которые пьют вино, любят. Сейчас мы пьем. Это был УНР. Сейчас Руслан. Я не знаю. Ну вот, сад. Мне просто весело. Как показ дела? Стараемся не тупать. Стараемся. Одно из самых известных мест Великой Океанской дороги, Калифорнии. Вот такой вот мост, который был построен в 1932 году. Вон там внизу беленький пляж. Хочешь купаться? С огромным удовольствием. Только солнышка нет. Ну это нормально для этого места. Без солнышка. На самом деле, да, на улице где-то 15-18 градусов. Вода еще холоднее. Вон где эти полотенца у них лежат. В купальниках. Да, они в купальниках в тенечке сидят, отдыхают. Да, вот такое вот кафешки везде тут. Везде красотища. А ты не была здесь, Маша? Здесь нет. Похож на Сан-Франциско, да? Очень похож. Кафе Монтерей. Песня есть такая. Кафе Монтерей. Есть еще такой кофе Монтерей. Реклама такая была раньше. Может, это паню назвать? Может быть, да. Вот тоже трапов подают везде в Сан-Франциско. Ну, это здесь, да, это такая. Тест перед Сан-Франциско. Не тест, такой пробный вариант, да. Разогрев. Разогрев, да. Чтоб ты знал, к чему готовиться завтра. Давай, Оля, поделись своими эмоциями. Что ты думаешь? Что я думаю или эмоции? Все прекрасно. Рома, ты маклодет. Я не про это. Просто как тебе нравится здесь? Мне очень нравится. Мне нравится, как пахнет рыбой. Мне нравится, как море. Мне нравится за людьми смотреть. А ты же не была в Сан-Франциско. Нет, ни разу. Прямо жду. Не дожду. Не дожду. Супер. Здравствуйте. Я согласен с тем, что она сказала. Мари, ничего не понимаешь. Я не могу сказать это лучше. Я не могу. Даже если я вижу язык, я могу сказать это лучше. Окей. Так я согласен с тем. Спасибо. Так, по дороге, значит, мы увидели фермерский рынок. То, что тут растет, сразу же продают. Так как мы сегодня живем в доме. Мы сегодня живем в доме и можем себе на вечер купить еду. Вот этих вот сморсиных апельсинчиков. Зато они настоящие. Это просто... Целлюлитные. Вот почему говорят апельсиновая корка. Это вот насчет гамбоферов, кстати, да, напоминание такое. Ну что, готовы артишоки? Кмон! Ну, артишок, ребенок, высовывай голову. Всевышний. Все.